Уважаемые слушатели и зрители, благодаря совместным усилиям мы пригласили на Котлярову ФМ колоссальное количество потрясающих, выдающихся людей. Юрий Степанович Рыбников, Юрий Тимовский, Макс Беляев, Рахман Тор. Светлана пригласила мегаинженера по сотовым вопросам, Роман Харьковчанин, мой землячок, Лена Светлана из Греции. Все, теперь я передаю слово. Будет еще тяжелая артиллерия. Ну тогда здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители на Котляров ФМ. Значит так, на правах организатора сегодняшнего эфира под названием «Сотовая связь» я представлю моего докладчика. Значит, его зовут Сандро Сколаро. Здравствуйте. Значит, он разговаривает по-русски, но... Немножко. Немножко, да. Я буду переводить то, что надо, где будет переводить синхронный перевод. Значит, расскажем о нем, кто он такой. Он закончил Институт инженерии и факультет электроники итальянский, Швейцарский политехнический университет, факультет экономический. И сейчас он учится в аспирантуре Ливерпульского университета Project Management, называется его факультет. И то, что он закончит, и то, какой у него диплом будет. Значит, так, его нынешняя профессия, чем он сейчас в данный момент занимается и занимался на протяжении более почти 30 лет, ну, всегда в сфере чуть-чуть меньше, да, и ладно. Но в данный момент его, как бы сказать, его... Ну, что же, я думаю, что на правах ведущего у нас сегодня, как всегда, будет роман. Мы с Ромой договаривались, и Рома согласился. Я буду в качестве переводчика, и Леночку и Светочку мы попросим, чтобы они помогали нам с чатом. Вот. Ну, на этом, я думаю, достаточно. И представим нашему Сандру слово. Пусть он расскажет нам ликбез, что же такое телекоммуникация. Он этим и занимается. Занимается много лет, как вы поняли, и у него, как он называется... По-русски, типа итальянский. Нет, давай по-русски. Попробуем по-русски. Попробуем по-русски. Nokia. Пожалуйста, предоставляем слово. Хорошо, переключим на... Да, давай переключим. Сразу переключим на доску, вы его увидели, и сейчас будем... Вот, все, переключили мы на доску. А я буду здесь посмотреть. Ну, как, я не знаю, где ты буду начинать. Ну, сначала, что такое сотовая связь, так, как ты мне всегда объяснял, что такое сотовая связь. Сотовая связь, это, что практически, что надо для наших мобильников, практически, чтобы они работали, да. Сегодняшний день? День? На сегодняшний день? У нас что, у нас есть? Есть смартфон. Смартфон... Ну, давай. Хорошо, ну давай по-русски. Смартфон, сэклэсэвэй, препарлары, сэклээй, препарлары, сэклээй, препарфикодати, да? Значит, смартфон нам нужно для того, чтобы разговаривать и передачу битов. И, comunque, в начале, у нас есть три стандарта интернациональных стандарта. И, кстати, у нас есть три стандарта интернациональных стандарта. Которые вошли в действие с 90-х годов и по сегодняшний день. И, первое, это ГСМ или 2Г. 2Г означает, что 2Г. Ну, это обозначает вторая генерация, вторая ступень. Потому что первый был аналогический. И на сегодняшний день аналогического протокола уже не существует. Возможно, в каком-то заброшенном государстве каком-то третьего мира. В государстве третьего мира. Потом вошло на сцену ОМТС или 3Г. И, в последние 2-3 годы, у нас есть 4Г. ЛТМ. 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 вот азимутальная проекция например можно сказать вот так можно сказать 0 градус, это 120, 20 часов и у меня есть панели, вот эти называются антенны, панели, как то, что мы видели в начале и вот это называется зоны покрытия, я специально выписала, зоны покрытия или сота одна, у них есть одна одна сота, другая сота, третая сота, что происходит. значит, вначале будем говорить о GSM или 2G или 2G это 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 покрытие зоны которые вы видите когда начинается сегодня мы возьмем Москва заходит какой-нибудь оперативный Москва это большой город здесь идеально вначале я ставлю одну станцию потом вторую станцию потом третью станцию но все они все они все связаны и получается как сотовая связь в пчелинная сотовая связь потом потом что случается если 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 это то в этом случае надо сделать полевые исследования надо идти на здание то потом я должен поставить сюда и 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 используют это компания в церквях вот эти как они называются колокольни их закрывает внутри колокольни они полны этих антенн но их не видно вопрос можно задать конечно да вопрос такой смотрите вы сказали есть 2G и у нас последнее поколение которое появляется LTE если я не ошибаюсь 2G имеет дальность связи до 35 километров вот а будущее LTE работает на более высоких частотах и соответственно бьет ну то есть дает связь на меньшее расстояние так зачем переходить на LTE понятно что у нее шире трафик но и убирать 2G это то есть грубо говоря две чуть-чуть разные направления я я понял окей окей 2G 2G работает 2G работает до 35 километров но почему 35 километров можно еще и дальше но есть это лимит который задан этот лимит задан стандартам потому что есть задержка тут мобильник тут 35 километров и тут антенна а тут есть задержка потому что сигнал ты не спеши пожалуйста потому что вот смотри видишь вот здесь да объяснили немного задержка с видео потому что есть задержка и ты не слышишь на голоса если я сюда поставлю мощность значит я могу с моим телефоном уйти подальше но и получается задержка очень большая задержка и связь невозможна в этом случае не понимают между собой и что в этом случае случается? с 3G и 4G вот этот лимит он укорачивается почему? потому что информация повышается информация которая вот здесь задержка вот это информация которую вот сейчас Сандра рисует здесь идет Козача прямо первая Светочка буквально 2 секунды и я понимаю что я я просто то что Александр нарисовал у меня у меня чувства переполняют я давайте вам покажу смотрите я выкладывал ролики много месяцев назад показывал как работает сотовая связь не по нашему континенту вот мой ролик любой может проверить он есть я давно показывал когда я увидел как Александр в прямом эфире решили ту ту же самую схему но вы поймите я не инженер я не технарь у меня немножко другое посвящение откуда я беру свои знания как обыкновенный парень из Харькова с легкостью описал с тем никогда не работал вот она сотовая связь я уже показывал вот эту схему я рисовал 29 апреля я выложил ролик но рисовал ее значит на раньше и вот Александр спасибо вот он рисует ту же самую схему я просто слов нет я переделала сказать вот это вот это я почему просила нашего Сандра прийти сюда и рассказать потому что когда я увидела то что ты нарисовал и то что он мне объяснял я поняла что это одно и то же самое и почему я хотела всеми фибрами моей души сделать вот эту встречу вот вот я думаю проблема номер один которые люди они переживают из-за того что очень много антенн которые находятся на зданиях особенно да давай так сделаем не спеши пожалуйста видишь какая задержка видео вот сейчас ты будешь стирать посмотрите задержка я настолько был впечатлен что зрители даже не увидели о чем я говорил они только услышали сейчас еще 2 секунды я был настолько воодушевлен вот еще сейчас я начал говорить но забыл включить демонстрацию вот еще раз пожалуйста я спокойным голосом говорю вот вы сейчас видите на экран выводится мой ролик и вот Александр пожалуйста вам в онлайн трансляции это не просто тождественно это это вообще один к одному это настолько рациональное зерно мне вы даже не представляете насколько это я на пальцах своими мозгами у меня нету технического образования просто пытался вам объяснить устройство сотового сотового интернета и когда сейчас я увидел Александр делал тоже продал это профессионал это его как говорится специфика и он выводит те же самые как говорится кульбиты то что я выводил в онлайне все теперь передаю слово да слава да слава вот хорошо продолжим тогда значит Сандра говорит ну сейчас если перейдем люди переживают за то что антенны сотовой связи находятся на зданиях на их домах если это москва паро вот 100 сити мне надо было бы так например например с технологией 3G не надо еще больше антенн поставить потому что мощность меньше и покрытие также уменьшается и покрытие и почему так работает и работает капачат вместимости потому что есть есть лимит потому что с GSM с GSM с GSM функционала 900 МГц раньше говорилось что GSM работает на 900 МГц 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 не веро Таня можешь я выключил до 8,50 до 9,50 потому что работает от 850 до 950 до 950 МГц около это не помню и еще здесь много маленьких каналов и каждый канал еще 3 секунды вопрос Юрий Степанович есть ли у вас возможность выключать микрофон потому что ваш телевизор идет в эфир то есть это мы его слышим когда это он как бы фоном идет у нас как бы спасибо большое спасибо нас слышно хорошо слова нормально хорошо нормально ну вот и сейчас повтори пожалуйста вот это маленькие каналы вот эти которые и вот каждый человек говорит только по одному этому каналу есть лимит и что случилось со временем с 3G и и получился CDMA вот и практически что это обозначает что это обозначает что на каждый канал могу предоставить большему числу абонементов обозначает 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 да если раньше было один человек на одну машину а сейчас пять человек на одну машину это но дистанция она сокращается потому что потому что 3G из 900 мегагерц отошла к 2100 мегагерц а и и и и и и и частота, она влияет на дистанцию, на расстояние. Дело в том, что воздух, она уменьшает высокие частоты. Чем больше частота, тем больше уменьшается. Чем выше частота, тем выше уменьшение, ну, занижение чего? Дистанции, расстояние. Но я как оператер, телефонный оператер, я не должен закрывать большие расстояния. И вот эта система CDMA, она сделана специально для городского потребителя. Много людей, много телефонов, уфици, аэропорты, то есть места, где большая концентрация людей. И получился потом CDMA на девятом мегалитре. Юрий Степанович, пожалуйста, вопрос. Понимаете, вы нам рассказываете про схему. Она во всех учебниках есть. Ничего нового она не несет. И любой человек, вот даже только что выступавший передо мной, сказал, что он ее может нарисовать, не глядя и не проходя науку. Вопрос другой. Техника безопасности. Дело все в том, что эти частоты, о которыми покрывают расстояние, уничтожают человечество. За счет плотности электрических зарядов очень мелкого размера, соизмеримого с размером клетки человека. От этого человек погибает. А вы мне рассказываете, как это хорошо. Это некорректно. Я проверял эти дела. Я сам в университете автоматики, электроники и радиотехники читал лекции. И там у нас вышка должна стоять не ниже, чем 70 метров. И никогда не должна стоять внизу. И никогда не должна стоять на живом доме. Подождите, подождите. Вы говорите, что вышка должна стоять не менее, чем 70 метров. Прошу прощения, Вячеслав Гатлерова перетручается. В данном случае пока мы объясняем, как это работает. Вы что, не пользуетесь телефонами и не знаете, как работает? Я нет. Я не знаю. А что тебе надо? Нажал на кнопку и работает. Вопрос вот в чем. Это червячок, у которого уничтожают людей. Она рассказывает, как это хорошо. Значит так, Юрий Степанович, тогда объясняем. Раз вы говорите, что все знают, как работает эта телефонная связь. Конечно, хорошо. Тогда Сандра услышал ваш вопрос. Значит, что Сандра говорит? Что на 70 метров нету таких вышек вообще. Поэтому я и говорю, что это убийство людей, если их опускают ниже. А их уже оставят на земле. И все дома, все люди живые днем и ночью уничтожаются этими волнами. Потому что концентрация электричества смертельно превосходит до миллиона раз. Я не врать, но могу сказать, что никто еще не умер. Это дело в том, что не подтверждено и не показано. Вот я сделал патент и получил в 2008 году на прибор, который улавливает теперь не напряженность, не что-то, не соты, а плотность электрического поля, исходящую от 800 до 3000 мегагерц, ловит. И поэтому... Какая частота? Да, такой прибор есть. Какая частота? Частота какая? Какая частота? Сейчас я вам прочитал. Потому что не слышно было. Будьте любезны, повторите, пожалуйста. И фреквансия какая? Да, адесовый бавар. Все это умрет, да. Тут в чате спрашивают, кстати, пока Юрий Степанович ищет, в той же тематике. Это да, от 800 мегагерц за 3000 мегагерц. И мой прибор это ловит. Я решу на кусту, да. Теперь послушайте. Да, да, Юрий Степанович, да, вы правы. Это такие. Да, это эти частоты, которые используются, правильно? Работают от 800 до 2100. Вот. От 800 до 2100. И вот мы находим ГСМ, МТС и ЛТ. Не спеши, не спеши. Потому что вот сейчас на монеторе выходит. Подожди. Вот сейчас, Сандро написал. И с 8100 до 2100. Там находится ГСМ, МТС и ЛТ. Но дело в том, что мощность, она вообще очень низкая мощность, потому что мы говорим о милливаттах. Вот еще раз. То есть у нас сплошная область положения. А как вы эти данные, как вы их фиксируете? Очень хорошо. Вот я как раз вам поэтому и сказал. У меня есть патент 233. Хорошо. А вы сделали этот прибор? Конечно. И мы всех контролеров умывали. Мы говорим, вот, включайте, ваш не показывает, а наш показывает. А он вас не показывает. Все. Банда одна. А потом говорит, что же, мы должны запретить все твои связи. Я говорю, да. И делайте, чтобы она была безвредна. И Юрий, 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 ты говоришь. Будьте на крючке. Минутчик, я переведу. Ну, он был в том, что он сделал. Минутчик, но он сделал это за себя. И когда… С кем-prochen инструменты? Есть? Во-первых, онicientан все uncoraи, чтобы поправить месур Gum показалось что оно воздуха, а остальное не в том, что наше foundations деревне. что это не так. В общем, это правда, а другие нет. Ну вот, говорит, Сандро нам объясняет, но я ничего по этому поводу сказать не могу, я не вижу этого, не знаю этого прибора, потому что... Подождите, подождите, Юрий Степанович, будьте так любезны. Она говорит, да, например, что случилось, когда мы в Швейцарии, а в Швеции, извините, в Швеции ставили вышку возле одного дома, и когда мы не успели еще даже ее поставить, там была одна... Не, не включили ничего. Вообще ничего не включили, а там уже была женщина, которая говорила, что у нее проблемы с головой, у нее болит голова. Видите, так что здесь... Там ничего еще не было, там только стояло кусок железа, и все, а у этой женщины уже болела голова. Вы мне не рассказываете про голову, она может работать, болеть от чего угодно, а у меня прибор, который меряет электрическую плотность от 800 МГц до 3000 на любом расстоянии. На любом. Мы специально возили, а единицы измерения в микроватт на метр. А у нас, у нас ловит эту же плотность прибор на 300 метров. И показывает его несостоятельность, потому что это превышение в тысячи, сотни тысяч раз. Допустимые ПДК. Ну, Сандра говорит, ну, хорошо, но дело в том, что он тоже должен ознакомиться с этим прибором, потому что... Потому что заражает. И, а что же мы тогда скажем? Подождите, да, да, Юрий Степанович, мы видим потенцию, что у вас запатентована в Российской Федерации. И Сандро тогда задает вопрос, а что же мы должны говорить о... Фреквенция, телевизор, радио, останки, ну, телевизор, радио. Там, где частоты, низкие частоты. Там потенция муто пью альта. А, частоты, нет, извините, пожалуйста, перевела неправильно, потому что там частоты очень высокие частоты. Но. Но. Частота низкая и потенция альта. Значит, частота низкая, а мощность высокая. Что мы можем об этом... Очень высокая там, там точно, там мегаватт. Надо просто изучить преобразование электрического тока в так называемую электрическую, или плотность электрического поля по периферии. Это всем известно. Поэтому высоковольтные линии с частотой на 50 Гц передают до миллиона. И поэтому под ними все живое погибает. Извините, сейчас два тех вопроса. Я пытаюсь... Сейчас немножко это для зрителей, я сейчас исправлю картинку. Не видят. Есть такое, по моим знаниям, что... Я не знаю, технаре это известно. Значит, смотрите, как работает сигнал. То есть, возможно, это секретные службы. То есть, посылается импульс, и благодаря ему вымеряется метраж, как дельфины. Или как летучая мышь сможет с точностью до миллиметров, скажем так, я забыл, как это по-научному называется, определить расстояние. Поэтому, первый вопрос, есть ли такая аппаратура, или это научная фантастика, вот спецслужб, которая может просто послать локатор, и отклик от стены отскочил, и удалось, и метраж на экране появится. И если она есть, с помощью ее можно ли определить то место проживания, где мы живем? Передаю слово, исправляю картинку. Значит, есть. Вопрос заключается в том, что никакого отражения, ни один электрический импульс не дает. Он или погибает на стенке сопротивления, или растворяется. И поэтому никакой отдачи нету. Поэтому и радиостанция работает, ловится этим локатором только в тот момент, когда радиостанция работает, передатчик. И работает только в одном направлении. Стоит вам выключить передатчик, и все, и локатор не работает. Это все сказано. Сандра говорит, у него совершенно другое мнение, и он отвечает Вячеславу, что да, можно. Но это его дело. Мы делаем замерение. замерение расстояния вот эта вышка антенна вот этот телефончик я знаю расстояние вот как только вы уйдете от слова сота и перейдете к понятию сферическая волна тогда вы пока находитесь в зоне сферы ваша связь работает и она передается по всей сфере а концентрация идет пожалуйста мне надо перевести Сеной Торнямо Слава вообще нету изображения в эфире вообще нету здесь есть, а тут нету в эфире никто не пишет любая волна сферическая стоячая ла онда эфирика со мной то лиамо quello кето ефир мадето И если мы считаем, что... Что вы говорите о сферике? Луна не сферика. Он говорит о пропагации в одной сфере. Вы говорите о том, что 360 градусов. Вам видно здесь... Вы говорите о распространении волны в любом своем проявлении, в любом направлении. Только сферическая волна. И она стоячая. А когда мы колебли... Это теория, на практике такого нет. Это антенны. А в теории вранье. А, значит, Юрий Степанович говорит, что теория это вранье, а практика... Практика показывает другое. Практика показывает другое. Да, потому что... Физически невозможно сделать так, чтобы передать сферическую волну. Такого быть не может, в принципе. Физически невозможно... Физически невозможно. А это уже на плоскости это круг, а в системе это сфера. И вот тогда вы получите сферическую волну, а не проекцию. Юрий Степанович, можно вопрос? Если кабель тут, невозможно сферический. Сейчас, секундочку, Юрий Степанович, а как же диаграмма направленности? Вот теперь не путайте сферическую волну и с направленной системой. Для этого что стоит ставиться? Роман, подожди минуточку. Или антенна какая-то, которая пытается сконцентрировать, но это не волна. Она все равно там сжимается, а потом растекается в большие сферы. Можно я вопрос задам? Да, Юра. Как раз-таки вопрос именно к связисту, к специалисту у меня. Я вот сейчас просто скажу несколько утверждений, пускай скажет, так оно или нет. Первое, что вышки можно ставить на расстоянии до 50 километров. То есть можно ставить, по идее, в принципе, по инструкции до 35, чтобы это все было четко, сигнал. А вообще можно вышки до 50 километров друг от друга ставить. Вот так это? Это будет сейчас несколько, да? Возвращаю. Сейчас, Юра. Да, 50 километров. Замечательно. Подожди, подожди, Юра. Нет, нет. Это мы разговариваем. Друзья, прощи прощения. Еще тех вопрос, Свет, тех вопрос. Смотрите, я не смог реализовать самостоятельно это, то, что нужно. Друзья, нас в онлайне 176 зрителей. Что от вас требует? Я никогда не просил лайки, там ставьте, что-то другое. Чтобы это видео увидели, то, что сейчас происходит, просто там нажмите под роликом кнопку поделиться. Не важно, где вы зарегистрированы. В контакте, в фейсбуке, в одноклассниках или в других соцсетях. Если вы сейчас просто нажмете кнопку поделиться, ваши все друзья и знакомые, если вы не стесняетесь того, что у нас происходит, все это увидит. Я не смог это сделать. Просто прошу вас, помогите, нажмите кнопку поделиться, и нас увидят гораздо больше людей. Нас увидят тысячи в онлайне. Передаю слово. Одну секунду, Вячеслав. Значит, в Ютубе ходит фильм, по-моему, пятилетней давности. И называется «ТВ спешит на помощь», где мы показываем, как убивают людей и как мы обиваем пороги и депутатов, и врачей, и всех, которые нам говорят. Оно не замеряется. И как только мы принесли прибор, который все измеряют, нас закрыли. Опасность вас почувствовали, потому что вы можете людям истинное положение ВЧ звучит. И поэтому вас должны были быстро убрать в ролике. А в ролике там все есть, там прям показывается. Если снимаешь со стекла рамы, только отворачиваешь эту фольгу алюминиевую, так прибор зашкаливает с нуля до максимума. И не показывает. Так давайте я просто посмотрю на происходящее. В данном случае Александр показывает, как это работает. Вообще, у нас нас уничтожает гораздо больше. Как мне кажется, сейчас не будем на это время тратить. Мне кажется, что Александр потихонечку подведет нас ближе к замечанию, что мы живем не на маленькой шарообразной земле, а благодаря сотовой связи он дальше скажет, что мы живем на относительной плоскости. Ну, это меня прошу пардон, извините. А, ладно, тогда извините. Тогда давайте про сотовую связь, чтобы не терять нашего... Ага. Ну вот, Слава, видишь? Ну а что извинить? Ну, тогда будет поле для Юрия Тимовского, Макса Беляева и... Вячеслав, давайте. Юрий задал вопрос, пускай ответит ему вопрос, по антенне. Титаник не тонул. Он благополучно достиг соседних земель. И пассажиры все остались живы. Бермудский треугольник 50% в кавычках прогибших самолетов и кораблей достигли соседних земель. Олаф Янсен из произведения «Дымчатый бог». Рыбак со своим сыном видел именно эти земли. Легендарные герои из произведения «Санниковы». Санниковы также достигли этих берегов. Нацисты спустя годы спокойно основали свои колонии на этих берегах. Адмирал Берн своей эскадрильей потерпел фиаско у этих берегов. Редактор субтитров в Абраката . Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...